Казань – город со сложившейся клубной культурой. Каждое заведение занимает определенную нишу и имеет свой неповторимый стиль. Наш обзор никого не рекламирует. Мы рассматриваем только те клубы, которые сегодня в тренде. Клубный сезон традиционно заканчивается в июне месяце. Как правило, жизнь в бар-клубах летом замирает. В отпуск уже ушли Эрмитаж и Арена. Все, кто рискнул работать на фоне открывшегося рая, лицезреют полупустые танцполы. Бодро выглядят те, кто изначально строил бизнес, ориентированным на свою аудиторию. На самом деле за этот год получилось собрать очень хорошую компанию друзей здесь, людей, которым здесь комфортно, точно так же, как и нам. Как сказали идейные вдохновители проекта, Шубский Глеб и Данил Титов. Хочешь сделать хороший бар – сделай его таким, каким бы его хотел видеть ты. Кризисом для клубного бизнеса Казани стало открытие московского проекта «Рай». Все клаберы Казани переместились в новый клуб, что в принципе неудивительно. Любое новое заведение на некоторое время вызывает повышенный интерес. Другое дело, что Казань не видела настолько масштабного проекта под федеральным брендом. «Рай» переванил лучшие кадры казанской клубной индустрии, начиная с фейс-контроля и заканчивая танцорами. Самые популярные заведения выбрали выжидательную позицию и отводят этому ажиотажу от 6 до 8 месяцев. У каждого заведения должна быть уникальность. Я и мои партнеры были готовы к этому открытию. Конечно же, это сказалось на посещаемости частично, на прибыли. Но я уверен, что, во-первых, это первый период. Всегда бывает так с открытием клуба. Сейчас определенно меня радует то, что идет бум развития, то, что заехали проекты по франшизе, заехали интересные проекты мировые. Это все равно развитие барного дела, барной культуры. И вообще в генеральном смысле, говоря о философии бизнеса, то есть отношении вообще к тому, чем мы занимаемся, это определенная культура питья, умеренное и ответственное потребление. Это умение общаться, умение позитивно взаимодействовать, проводить время. Так что это только плюс. И хватит ли людей? Я думаю, да, вполне их хватит. Город динамично развивается. Ну и ближе к осени будет понятно, на самом деле, куда сместились предпочтения основной аудитории. Я понимаю, что, наверное, да, Рай немножко помешал всем клубам. Во-первых, мы бар, мы шоу-бар, а не клуб. Мы вне категории, вот именно вне конкуренции. И дело в том, что совсем скоро у нас будет сам мясная вечеринка, именно вот клуб Гагарин и Рай, мы все вместе. Именно у них будем выступать по приглашению конкретно с их стороны. За долгое время работы каждое заведение воспитало своего гостя, который не изменяет привычкам. Возрослела публика, то есть в целом, особенно мужчин, стало ходить больше, да, и изначально мы добивались той концепции, что возраст мужчин от 25 лет и старше, и вот за последний год мы все-таки приблизились к этим целям. По подсчетам экспертов, в Казани около трех тысяч человек участвуют в клубной жизни города. В среднем гость проводят в одном клубе около двух часов. Этого достаточно для того, чтобы пообщаться и потанцевать. Отсюда и новый тренд – объезд нескольких заведений за одну ночь. Может быть, поэтому не все серьезно пострадают от шумихи вокруг рая. Напротив арт-директора и руководители придумывают новые форматы мероприятий, такие как пенные вечеринки, парады невест и опен-эйры. Впервые мы планируем провести яхтинную вечеринку, то есть в этом году я занялся яхтингом, и мне очень понравилось, то есть там две недели на Средиземном море, я в полном восторге и не понимаю, почему у нас не прививается эта культура. Это не так дорого, как могло бы казаться, и наши партнеры готовы предоставить несколько яхт и катеров, чтобы люди могли некий такой тест-драйв сделать возле штата. У нас пока такой акцент идет – это летняя терраса, которую мы открыли. Я надеюсь, мы потом ее увидим. И я думаю, что это здорово, когда есть в клубе летняя терраса, когда можно выйти, посмотреть на ночную Казань, где катаются машинки, где все светится и везде фонари. Воздух приятный, хорошо, замечательно. Конкуренция рождает качество. Появление федерального проекта заставляет всех больше работать и больше думать, как сделать отдых более интересным. Гостем программы «Селебрити» сегодня стал Глеб Шубский. Один из основателей лаунж-бара «Шамбала» и просто интересный человек. Привет, Глеб. Привет. Мы только что посмотрели сюжет о клубной жизни Казани. Глеб, твои комментарии. Комментарии, на самом деле, у меня неоднозначные. С одной стороны, на сегодняшний день на клубном рынке города Казани произошел небольшой сбой и перерасстановка приоритетов. Приход рая – отлично. Конкуренция – супер. Клубное сообщество, я думаю, со мной согласится. Почему? Потому что в конечном итоге согласится. Потому что рано или поздно должен был кто-то прийти. Потому что Эрмитаж, король умер, да здравствует новый король. Это нормально. Это нормально. И, в общем-то, я думаю, это будет еще один дополнительный толчок клубной жизни нашего города. И в продолжении нашей темы следующий обзор. Оказывается, что ночь скрывает некоторые интерьерные детали ночных клубов. Нашу съемочную группу пустили днем в ночной клуб. И что мы увидели? Мы увидели пустоту, обшарпанный линолеум, прожженные диваны и пустые вазы с искусственными яблоками. Нам стало интересно, что вдохновило руководителей на столь оригинальные названия и как они раскрыли это в интерьере. У нас было четыре учредителя. И мы дали задание каждому написать там, допустим, по 30 названий, которые ему понравятся. И каждое название затем обсуждали. И, по-моему, Артур Сравянов, диджи-арт, да, вот известный, тоже наш партнер, он написал такое название «Штат 51». Дизайн интерьера клуба играет весьма важную роль в продвижении и развитии самого заведения. Изначально, когда создатели бар-клуба «Штат 51» реализовывали свой проект, планировалось открыть бар американского типа. Отсюда и цветовое решение американского флага, детали из дерева, персоны дяди Сэма, крылатый орел и даже туалеты с самыми узнаваемыми ликами. В конечном итоге владельцы сами не ожидали, что бар превратится в популярный ночной клуб. Бросилась в глаза оттертая барная стойка и, конечно же, раздвижные двери. Один из популярных на сегодняшний день баров, который не ставил на первое место дизайн, это бар «Шамбала». Темное пространство, заполненное темными деталями, но даже при этом притягивает себе взгляд. Кресло на входе, имитация камина с небольшим зеркалом и стоящая вдоль стены огромная барная стойка, украшенная вазами с неопознанными цветами и зелеными яблоками. Что такое Шамбала? Шамбала – это мистическая сторона. По одним источникам она находится где-то высоко в горах Непала, а по другим источникам, что это тайный мир, блаженство и красоты, который спрятан где-то в каменистой пустыне Гоби. Ну а третья версия, что Шамбала – это отличный бар на улице Островского. Мы не заморачивались насчет названий, потому что мы открылись 25 сентября 2009 года. Именно в этот год наш клуб, хоккейный клуб «Акбарцы» выиграл, завоевал кубок Гагарина. И это название само собой пришло, чисто, скажем так, вот… Гагарин, а почему бы нет? Гагарин удивил нас возбуждающим интерьером в стиле мулен-руш. Обилие зеркал, тяжелого текстиля и небольшой сцены в центре смотрелось гармонично. А огромная люстра, доставшаяся в наследство от предыдущих хозяев, стала заключительным аккордом в интерьере. Только для зрителей программы «Селебрити» бар-клуб «Гагарин» показал таинственный третий этаж, где, в принципе, не ступала нога девушки, да и не каждый мужчина попадет. Камин, мягкие диваны, люстры, витражи и огромная плазма украшают комнату, в которой чувствуется сексуальная энергия.